да он включается он не выключается вот и что-то работает я хотел просто проверить так хорошо значит все нет такой план сегодня поговорим я стараюсь реагировать на то что у меня спрашивать там по почте или лично поэтому я сегодня могу рассказать про факторные переменные и из обработки данных еще одна такая важная операция это слияние двух таблиц я и я не нескольких таблиц в одну или чем можно сказать joy такая понятная операция это есть одна таблица и тут поле не знаю допустим кто сколько съел бананов бананов килограмм а в этой табличке кто и сколько съел абрикосов килограмм и мы хотим вот по этому полю объединить и получить на выходе табличку кто сколько съел бананов и сколько съел абрикосов с тремя столбиками тут по два столбика сколько съем бананов и сколько съел абрикосов а мы хотим получить такую окей ну может еще чувствуем посмотрим что факторные переменные довольно большая тема ну еще раз я призываю вас всех писать или сообщать любым другим способом все лично вам интересно потому что у вас не авторегрессия проживаю что хорошо большинские ветерные авторегрессии сделаны без проблем в начале просто и в том что я их еще не знаю нет смотри как бы меньше рассказывать курс там вложение коллегского там так далее времени точно не хватит но как сделать в эрс в этом году я считаю что я не могу сказать когда мы еще сегодня можем про регрессию говорим о фруктуру мы доделаем там прогнозируем регрессию доделали а я что-то думал я я я я я я я я я Да, если тебе надо что-то прислать, напиши, я ответчику пришлю. Поехали. Значит, давайте, задача 1. Я уже раз описал, джойт таблиц, слияние таблиц 100, значит, это называется джойт. Значит, мы будем это делать с помощью пакета деплин, это слияние нескольких табличек. Слияние таблиц. И, соответственно, мы будем делать деплиры. Там есть разные варианты этих джойнов. Ну, два, наверное, самых популярных. Наверное, это левый джойн, left and left, джойн. Ну, там их много есть. Джойн, чем они отличаются? Вот есть у нас, давайте, ну, вообще много, на самом деле. Есть именно джойн. Ну, и там еще какие-то вариации есть. Чем они отличаются? Давайте я покажу пример. Вот есть две таблички. Тут вот Вася. Значит, здесь кто? Здесь бананы. Он съел 2 килограмма бананов. Петя съел 3 килограмма бананов. И Маша съела 4 килограмма бананов. А по абрикосам у нас табличка другая. У нас тут были Вася, Петя и кто еще был? Кто с ними ел абрикосы? Марина. Марина. Вот, они съели 7, 3 и корень из трех. Ой, абрикосы были. Абрикосы. Вот. Чем отличаются вот эти слияния таблиц? Левый, внутренний, внешний. Значит, левый это мы берем, ну, какая-то табличка у нас будет левый, как это правый. Вот берем левую табличку, и всех, кто есть, подтягиваем мы с правой. То есть сюда, вот если я сделаю left, left joint, то у меня получится Вася 2,7, Петя 3,3 и Маша 4,NA, потому что в той табличке нет. И на этом левый joint закончится, потому что в левой таблице больше никого нет. Окей? Если я буду делать, это левый joint, если я буду делать full joint, то что произойдет? Позжец будет левый. Да, то, значит, будут взяты строки из всех таблиц. То есть будет Вася, Петя, Маша, Марина. И, соответственно, у Маши и Марины иногда будет... У Марины здесь будет N, у Маши здесь будет N, и здесь будут строки. Окей? И, соответственно, внутренний joint, он возьмет только тех, кто общий. То есть это вот full joint, а inner joint он возьмет, соответственно, только Васю, Петя. Ну, и тут будет 2, 7, 3, 3. Это внутренний жанр. Понятна разница, да? Хорошо. Ну, давайте попробуем это сделать. Вот, я сначала думал, что можно там, ну, просто быстро показать на каком-нибудь... Ну, чтобы самим данные сгенерить, а потом подумал, давайте мы будем... Я не знаю, понравилось вам, нет, вы как-то, как ниточник реагировали. В смысле, вы молчите. Как вам это рассказывали? Вот так, вслух. Вслух можно тайной бумажкой, можно... Вот, поэтому я подумал, что давайте я еще раз смотрю один какой-нибудь пример анализа данных. Тем более, заодно посмотрим, как вот какую-то еще предварительную обработку. Потому что на самом деле, кажется, что вот, есть куча сложных моделей, там, двор, векторная регрессия, да еще с меняющимися во времени параметрами, да, Марина? Я еще не знаю. Вот, там есть двор с постоянным параметром, а есть девяти, наверное, параметром. Там есть какие-то адски сложные модели, а оказывается, большую часть времени занимает предварительная обработка данных. И все эти модели, ну, что, там есть готова формула. Кто-то уже написал, рутину на C++, ну, посмотрим, что нам быстро оценили. А вот обработка данных, она, как правило, всегда индивидуальна, и всегда приходится возиться. Поэтому я возьму пример, который я буквально сам под интерес. Ну, мне было интересно, я вот сам недавно сделал. Ну, и заодно, потому что, может быть, кто-то столкнется с такой же задачей. Все случаи индивидуальны, но что-то общее в них есть. Давайте мы зайдем на... Вот, теперь мы включим, я надеюсь, он сработает. Вот. Я попробую, значит, с помощью вот этой операции Join получить данные. Ну, просто показать еще, как обрабатывать. Значит, возьмем данные с сайта. Есть интернет? Нет? Да, есть. Хорошо. Значит, мы зайдем на сайт RussianSchools.ru Moscow и попробуем взять данные ЕГЭ по разным предметам. RussianSchools.ru Я не имею никакого отношения к авторам этого сайта, но просто вот так. Мне понравилось, что, может, данные по ЕГЭ более-менее легко вылечить. Так, чтобы уж очень легко. RussianSchools.ru slash Moscow Если мы зайдем сюда, получим вот такой сайт. И, соответственно... Вот. Чего он так медленно-то? Очень же ясно. И чего? Что-то у меня очень медленно. Вот. Ну, короче говоря... Сейчас, изум какой-то неправильный. Вот. Короче говоря, здесь есть рейтинг школ по результатам ЕГЭ. Вот. Можно тут кликнуть и посмотреть. Вот там русский язык или там математика. Значит, чего я хочу? Какую я учебную задачу? Давайте поставим. Давайте возьмем такое упражнение. Я хочу на выходе табличку, в которой был бы три... Ну, давайте четыре. Давайте, чтобы было поинтересней. Давайте по трем предметам возьмем... Ну, тут вот, скажем, школа. Я, соответственно, канонично буду писать название переменных. У нас должны быть краткие английские. Первая переменная будет школа. Потом пусть будет, скажем, результат по математике. Потом, скажем, результат по русскому. И третий предмет какой возьмем? Физику. Какой? Физику. Физику. Давай возьмем физику. Давай, третий предмет будет физика. Окей? Ну, и тут название школы. Тут балл. Ну, средний балл, естественно, выпускников этой школы. Он тут за 2014-2015 год. Окей? И вот мы хотим такую табличку составить. Здесь таких вот прям удобных данных нет. То есть не то, что мы сейчас скачаем одну табличку и загрузим ее в. Вот, к сожалению, здесь данные представлены... Ну, вот так вот. Вот кликаешь. Сейчас. У кого есть компьютер, открылась, да? Да? Вот. Соответственно. Ну, давайте кликнем сначала на математику. Ну, как есть, так есть. Попробуем получить. Так, но я не понимаю, почему меня так страшно тормозит. Давайте я попробую все лишнее позакрывать. Так, что еще могу лишнее позакрывать? Хотя странно. А, у меня правда... Диоди, брат, когда она может тянуть на себя ресурсы. Ну, ладно. Ну, ладно. В общем, я кликаю на русский язык сейчас. Там результаты ЕГЭ, да? Да, там результаты ЕГЭ. Вот, я кликаю на русский язык. Вот он у меня кликнулся. Ну, по умолчанию она показывает только первые 10. Ну, вот я кликнул тут на развернуть полный рейтинг. Так, вот он у меня там развернулся. Слушай, это какой-то ужас. Что-то случилось. Вот, ладно, вроде он открылся. Нет, я с такой скоростью не смогу работать. Ладно, давайте попробуем. И вот я начинаю выделять. Да, я просто выделю и скопирую. Вот, просто выделил. Просто выделил. У вас выделяется, да? Нет, только у меня. Нет, давай, слушай. Вот, первое, давайте прочитаем наш файл в вектор строчек. То есть, возьмем, соответственно, найдем наш файл. То есть, если вы не знаете, как его... То есть, если вы знаете путь к файлу, давайте я напишу... Ну, давайте я так и напишу. Файл name равняется, да? Файл name равняется... Ну, и я знаю, где он у меня живет. То есть, я вот так могу написать. Он у меня в downloads, потом eg, и потом... Ну, пусть будет. Давайте начнем с русского, как там начиналось. То есть, сначала я задал имя файла. Да, вот файл у меня там лежит. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Теперь давайте я прочитаю всю мою информацию вектор из строчек, вектор из отдельных строк. Соответственно, eg. Давайте str назовем, потому что у нас все будет про eg. Здесь будет eg. str. И тут такая команда readlines. Readlines, она из базы OR, и просто файл name. Прочитаем. Вот, прочитали. Прочитали. Давайте посмотрим, что у нас прочиталось в eg. lines. В eg. str. Давайте просто посмотрим, например, начало вот этого eg. str. Eg. str – это вектор. Да, вот он идет. Сначала 1, потом... Тут какая-то табуляция и... Ну, там, конец строчки. Потом лицей 15-35, потом снова t, потом его балл. Окей? Да? Нормально? Потом 2, ну и так далее, и пошло-поехало. Можно посмотреть начало чуть-чуть видеть, чтобы понять... А что делать, если он читает неправильные кодировки? Что делать, если читает неправильные кодировки? Давай я посмотрю первые 10. Значит, по идее можно указать encoding, соответственно, у этой строки, и указать принудительно кодировку. То есть, вот это, это вектор строчек, и надо указать ему кодировку. По всей видимости, он прочитан в кодировке UTF-8, скорее всего. Поэтому, ну, то есть, я бы придерживался такого стандарта. Все всегда делать в UTF-8, потому что это... Ну, вот он у меня в UTF-8 записан. Ну, давай тогда просто установим, скажем, R, вот попробуй посмотреть, пройдет у тебя такая штука. Вот если принудительно сказать, что кодировка этой строки равна UTF-8. Так она и так же, как UTF-8? Нет, ну, смотри, она... Ну, а ты еще говоришь, что... Ну, то есть, ты декларируешь, что она UTF-8. То есть, ты не кодировку меняешь, а ты декларируешь. То есть, это я задекларировал используемую кодировку. У меня на Маке было UTF-8, она и так по умолчанию там. Поэтому у меня и так сработало. Но если у вас видна абракадабра вместо символов, то попробуйте указать encoding. Код строки равняется UTF-8, и, возможно, будет счастье. А что значит incomplete, final, line, power, generation, 30? incomplete, final, line. Ну, это означает, что последняя строка не окончена по правилам, чем к тем символам, которым должна оканчиваться строка. Но я думаю, что это не должно было повлиять на чтение никак. Я думаю, что это не ошибка, а с ревординг. Да? То есть, можно на всякий случай посмотреть на хвостик нашего вектора. То есть, можно посмотреть tail, EG, STR, и посмотреть, что... Ну, по крайней мере, у меня все нормально. Вот у меня школа 316-я по рейтингу, потом пустая строка, потом название школы. О, школа коляды, да? Потом опять пустая строка, и потом средний балл, EG, по-русскому 46. А что если пустую строку он не пишет, не прописывает? Вот у меня придет 1, 3, 5 потом. Не-не, ну там кавычки должны взять. Нет, вот смотрите, вот у вас 1, 2, а у меня 1, сразу 5. Но при этом все все равно прописано. Нет, я просто по 2 минуты. Можно 2 элемента в строке. А, по 2 минуты. Почему он может не прописать? Нет, потому что у нас будет очень писать. Вот, я же знаю, что теперь все будет нормально. Окей? Так, значит, хорошо. Давайте дальше проверять. Вот смотрите, у меня, правда, произошел какой-то странный эффект. Я пока не понимаю, почему. Но у меня вот эта вот строчка прочиталась стабуляциями. Это странный эффект. Не очень логичный. Мне кажется, должно было почитаться скорее пустыми. Ну ладно. Может быть, зависит от операционной системы, как прочитались вот эти знаки. То есть, вот еще могут быть всякие такие мерзкие сюрпризы. Можно вопрос? Да. Вы можете открыть текстовые документы с курскому закону? И в начало списка перейти. Смотрите, вот третья гимназия, гимназия лаборатория. Он относится к четвертому, но он совместил к 505 гимназии. Почему? Ну, потому что посмотрите на сайте. Гимназия лаборатория – это четвертая по списку. Ну, а он сделает одной строчкой. Давай посмотрим. Я думаю, странно. А, нет. Нет, у нас все нормально. Нет, она так длинно называется. Гимназия 505, гимназия лаборатория. Да, хорошо. Значит, дальше. Что нам надо сделать? Во-первых, нам надо очистить... Нам надо вот это вот удалить. Это вообще не несет никакой информации. Это нам надо удалить. Согласны? Соответственно, тут надо понять... Ну, давайте вот возьмем... Он идет... Соответственно, вот эта штука, она идет второй, да? Вот можно прямо написать EGSTR2 и посмотреть, как он выглядит, да? То есть, это вот... У меня это... Вот второй символ. У меня это символ табуляции. Но я вот в тучу поглядел, у некоторых там в другой операционной системе просто ничего не прочитано, да? Там просто кавычки, да? А у меня на этом месте вообще другой элемент. Какой-то милиционер. Да, пустые начинают встретить. Вот у вас знак табуляции показывают, у меня в некоторых... Ну, хорошо. Пустые начинают, у кого-то начинают там встретить. Главное, чтобы вся информация была, чтобы мы ничего не потеряли. Соответственно... Чуть-чуть. Какие-то символы, нечто? Он просто на бабушке. В смысле? А, ну так это кодировка. Не-не-не, здесь просто она расшифровала, что это нужная кодировка, вот. А так-то все нормально. Вот она печатает, регает. А покажи-ка еще раз. Иг, истр. Нет, смотри, вот это не надо кодировки. Еще раз, кодировка это если проблема будет. У тебя не было проблем. Вот она, прекрасно читается кодировка. Тебе менять ничего не надо. Ну, значит, еще раз надо прочитать заново. То есть, вот это указать кодировку, если есть проблема. Да, еще раз. Вот это вот указание кодировки... Не надо... Ну, то есть, есть такая большая проблема с русским языком. Иногда приходится долго васить с кодировками. Поэтому, если у вас работает, то не надо шестую давать. Как бы это такой золотой принцип. Работать в кодировку не будет ни другого. Вот. Это тем, у кого прочиталось изначально, не прочиталось и вышло абракадамо. То есть, эта команда не есть обязательно. То есть, такие вот вещи при чтении из интернета, особенно, да еще с кириллицей, они будут сильно зависеть от операционной системы. И даже в рамках одной операционной системы, той же Windows, будут зависеть от настроек. Что-то у кого-то на Windows прочиталось, а у кого-то я так не тоже вернусь, да? Вот, не прочиталось. Поэтому надо быть очень осторожным. Но вот с кодировками, так всегда, некоторые... Я на сильные значения сохранил в этой классе. Да? Правильно. Вот. Хорошо. Значит, поехали сюда. Поехали дальше. Есть у нас особый символ. У меня он второй в списке. То есть, если я смотрю, то вот у меня начало моего ЕГЭ. Вот оно начинается. У меня плохой символ – это вот он второй. Но у кого третий, то, соответственно, давайте назовем его как-нибудь Empty. У меня это второй. То есть, если у вас пустая пустышка – это третий, то есть, у вас там первая есть, вторая есть, а третьего нет, тогда сделайте Empty равным EGST равным трём, да? То есть, как-то зависит от того, что у вас получилось. То есть, Empty – это должна быть та строка, которая содержит пустой символ. Привет, Ира. Присоединяйся к нам. У тебя есть подружка, которая тебе расскажет, чем мы успеем? Да. Ну, хорошо. А, слушайте, а я штуку, можно уже вот это опустить, и будет очень-очень красиво. Хорошо. Значит, теперь мы должны удалить те… удалить пустые элементы вектора мы должны. Соответственно, давайте сначала найдём пустые элементы вектора, а потом их удалим. Добро? Да. То есть, сейчас мы найдём пустые элементы вектора, а потом удалим их. Значит, давайте сначала, как мы ищем? Вот если я напишу EGSTR равняется-равняется Empty, да, то это у меня проверка логического условия. А правда ли, что поэлементно этот вектор EGSTR равен пустышке? Если я нажму Ctrl-Enter, то у меня в ответ вылезет какой-то такой вектор из True и False. True – это означает, вот это True, оно означает, что вот 1409-й элемент, он пустой. А False, вот это вот, означает, что 1410-й элемент, там что-то содержательное. Там либо балл EG, либо название школы, либо ее рейтинг. Окей? Да? Получилось такое сравнение? Да. Да? 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 То есть, это я выясняю номера пустых, то есть, я получаю вектор из True и False, где на месте пустых, строчек стоит True. Добро? Какого получилось? Подвините руку. Ага, все, супер. Давайте дальше. А если я напишу перед этим выражением «восклицать ты знак», то что это означает? Смотрите, есть базовые логические операции. Какие у нас логические операции? У нас логические операции – это пересечение, да, это и, есть или, вертикальная палочка, есть не, это восклицательный знак. Ну и, наверное, что-то еще есть, но мне и или не всегда хватало, но там, наверное, какой-нибудь исключающий или есть наверняка в реализованном, я не знаю, как оно будет, потому что можно на помощь, давай. У нас все false, вообще все false. То есть, еще раз, вот здесь вы смотрите, как у вас прочитался файл. Потому что это зависит от операционной системы, к сожалению. У меня, вот если я смотрю на хэд, у меня, смотрите, как идет. У меня идет один, потом пустое место, потом название школы. А у некоторых под Windows идет один, название школы, потом пустое место. Поэтому смотрите, как у вас идет. Не думайте, что, то есть у вас могло, из-за того, что у вас экран шире, то у вас могло быть что-то типа вот такого. Нет, у меня не влезает так. Ну, в общем, из-за того, что у вас больше точек в экране помещается, разрешение больше, то иногда оно у вас в одну строчку указывает два показателя. Это нормально. Окей? Хорошо. Ладно. То есть, у кого-то здесь будет два, у кого-то здесь будет три. Ну, по-моему, этим все исчерпывается. Либо два, либо три. Кому-то надо давать шестую команду, кому-то не надо. Ладно. Значит, мы нашли те, вот этой командой мы нашли те, там стоит true, где не пустышка. Согласны? Раз отрицание, значит true стоит там, где не пустышка. Окей? А теперь мы из вектора EGSTR. Помните, как отбирать какой-нибудь элемент вектора? Вот если я напишу EGSTR в скобках 5, то что это будет такое? Это EGSTR в скобках 5. Ну, давай, Ира, жги, ты пришла. Да, это пятый элемент, правильно. Соответственно, вот в квадратных скобках пишется какое-то условие отбора. Но у меня условием отбора должно являться, что не пустые значения. Поэтому я просто вот это вот перекопирую внутрь. Еще раз. В квадратных скобках пишется номера или условия отбора. Соответственно, мне нужны те элементы вектора EGSTR, у которых EGSTR не пустой. Шаманство немножко, но зато сработает. То есть вот сейчас я получил уже без пустышек. У меня вот здесь только не пустышки. Нормально? Давайте это назовем, это уже наше достижение, назовем EG. EG-Non-Empty. Давайте я вот так напишу. Что это, вот EG-Non-Empty, это тоже пока что вектор. Но в этом векторе уже нет пустых значений, и это уже классно. нормально получилось хорошо теперь наша задача из этого вектора сделать табличку с данными чем отличается вектор от таблички с данными и какая есть форма промежуточные между ними ну вектор такой линейный объект у него одно измерение вот нас чем отличается вектор вектор значит это такой вот такой длинная и здесь в векторе обязательно могут быть объекты одного типа 11 соответственно тип переменных соответственно ну вот это это как бы число а вот это этот текст верно но поскольку в векторе не может быть то число то текст то число то тексту число то тексту число то текст то поэтому этот вектор у него все элементы этого вектора рассматриваются как текст то есть Вот это текст, школа номер 446, это текст, он поэтому в кавычках 63, то есть это все текст. А в табличке с данными, в DataFrame, там уже могут быть данные разных типов. В DataFrame вполне корректно, что у вас вектор school, переменная school, будет текстовая, это будет название школы, а балл по, это у нас по русскому языку, давайте назовем его Russian, балл по русскому языку будет число. То есть в DataFrame могут быть разные типы, добро? То есть DataFrame это двумерный объект, и, соответственно, переменные могут быть разных типов, а здесь он одномерный и все время переменные одного типа, добро? А в матрице тоже одного типа. А в матрице тоже одного типа. Поэтому, вот как правильно сказал, у Василий есть промежуточный этап, больше чем вектор, но еще не DataFrame. Есть понятие матрица. Матрица это некое промежуточное существо, вот это такой вектор, почти эволюционировавший в DataFrame, это матрица. Потому что матрица, она уже двумерная, но в ней еще обязательно должны быть все объекты одного типа. Поэтому, что я сделаю? Я сначала запихну свой вектор в матрицу, а потом укажу типы столбцов, и у меня получится настоящий DataFrame. Поехали. Сделаем из нашего столбца матрицу. Давайте я просто покажу сначала пример, как делать матрицу, а потом мы поймем, как сделать из этого вектора матрицу. Чтобы сделать из вектора матрицу, надо указать, во-первых, какого размера должна получаться матрица, а во-вторых, надо указать, как заполнять вектор. Вектор можно класть в матрицу по столбикам, а можно по строчкам. Понятная идея? То есть, давайте я... Вот черт, ну почему же авторный уголок? Почему бруску подвинуть? Вот тут не напишешь ничего. Нет, нет, нет. Ладно, давайте здесь. Смотрите, значит, мы должны сделать две вещи. Мы должны указать, какого размера, вот когда у вас есть вектор, у вас есть вектор, как из него сделать матрицу. Мы должны указать, ну допустим, вектор, у вас 60 наблюдений. Какого размера можно сделать матрицу из вектора, где 60 наблюдений? Ну, например, 5 на 12. Согласны? А может 12 на 5, а можно 6 на 10. Правильно? Из такого вектора. Вот. Поэтому, когда мы будем делать из этого вектора матрицу, надо будет указать число строк или число столбцов. И надо указать, как его класть. Его можно класть вот так, змейкой, по столбикам. А можно класть по строчкам вектор. Нам наш вектор надо как класть? Давай посмотрим, как идет наш вектор. Давай посмотрим начало нашего вектора ЕГЭ нон МТ. Ну, идет 1, лице 15, 88, 2, гимназия 88. Как вкласть? Ну, за строчку. Ну, то есть, вот, сюда идет, вот, второе наблюдение, его надо класть ниже или правее? Правее. Я сначала кладу 1, потом лицей, потом 88. Потом перехожу на новую строчку 2, гимназия 88. Да? Окей? То есть, я буду заполнять по строчкам. Ну, и давайте сообразим, какой должен быть размер матрицы. Значит, какая у нас длина вектора? Длина нашего вектора ЕГЭ нон МТ 948. Если я ее поделю на 3, я получу 316. То есть, у меня показатель делится на целом на 3. Это хороший знак. Это означает, что все хорошо, да? Потому что оно же должно делиться на 3, правильно? Поэтому я укажу теперь ЕГЭ матрикс равняется матрица. Мы делаем матрицу из вектора нон ЕМТИ. И дальше мы указываем, сколько в ней должно быть строк. Сколько строк должно быть в нашей матрице? Ну, 316, правильно? Ну, чтобы автоматизировать процедуру, мы никогда не прописываем руками то, что можно прописать формулой. Мы вот сюда копируем вот эту вот длина, деленная на 3. И еще надо указать, как заполнять матрицу. Надо указать, by row равняется true. Вот. То есть, что я сделал? Я взял вектор и стал его заполнять в матрицу, где 316 строк. И заполнял по строчкам. Первая, вторая, третья. Перешел в свечу первая, вторая, третья. Первая, вторая, третья. И вот так спускался, спускался, спускался. Можно посмотреть на эту ЕГЭ матрикс. Давайте я посмотрю на начало этой ЕГЭ матрикс. Она уже... Вот уже какая красота. Смотрите, вот это первый идет. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Потом идет название гимназий. Потом идет бал. Окей? Это только студенты, начинающие думают, что CSW файлы, они как булки на деревьях растут. А вообще CSW файлы приходится добывать тяжким и усердным трудом. Марина, почему ты без компьютера? Он мне не может. Но если я его закрыт, то я его принесу и не открою. Почему? Потому что там рамка сломана. А, рамка сломана. А скотч? Ну, если ему не поможет. Скотч вроде такая мощная штука. Хорошо. Теперь мы переделываем это в DataFrame. И в DataFrame мы укажем, что первый столбик числовой, второй текстовый и третий какой? Числовой. Хорошо. Давайте переделаем. Значит, почти последний шаг. ЕГЭ DataFrame равняется, я думаю, что пойдет DataFrame от ЕГЭ Matrix. Давайте посмотрим на HEAD ЕГЭ DataFrame. Вот. Тут, правда, произошла следующая мерзкая штука. Вот, к сожалению, R обладает такой неприятной вещью, что все текстовые переменные он пытается сделать факторными. Ну, зачастую это оправдано, потому что зачастую там в моделях либо вы... Ну, то есть, анализ текста это совершенно своя особая дисциплина. Да, TextMining. Но зачастую, когда у вас там пол мужской-женский, мужской-женский, то понятно, что это факторная переменная, которая на самом деле два значения, их можно закодировать один-два, и так работать. И вот по умолчанию, если R ни о чем не попросить, то он все текстовые значения, а у нас, заметьте, в ЕГЭ матрице были текстовые значения, то он все текстовые значения переделает в факторные. Это в нашем случае неудобно, поэтому давайте мы его попросим это шаманство не делать, и скажем здесь, что у нас такая опция Strings as Factors. Еще раз, я не знаю, как она наизусть называется. Я так нажимаю и смотрю. Я помню, что она там есть. Strings as Factors равняется False. Вот. По-моему, так. Вот, давайте я посмотрю, что у меня все нормально получилось. Да, отлично. Вот, соответственно, давайте посмотрим на структуру набора данных нашего ЕГЭДФ. У всех получилось, нет? Да, нет. Если нет, то давайте я подожду. Где? С матрицы вышло? Нет, у меня есть тысячи, что ошибки на ошибки. То, как... Подожди, сейчас. Ну, давай я подойду. Давайте дойдем до этого момента. Да, если кто-то может другу помочь, то вы не будете помогать другу. Что изменилось? Давай, что-то я... Давай, что-то я... Что-то я... Что-то я... Что-то я... Что-то я... Не забудьте сразу сохранить свой текстовый файл. Получилось? Не забудьте... Что-то я... Что-то я... Что-то я... Наверное, что-то... А тут там все... А там все... Она все... Стало... Как фактор. Как текст. Как текст. Как раз, у него... Там поменялся. Если ты посмотришь на структуру, то поменялась. Хорошо. Значит, дальше. Нам надо указать приличные имена. Ну, первое, наверное, надо назвать рейтинг. Второе надо назвать school. А третье, наверное, надо назвать grade. Давайте... Понять, что у меня строковые получились. А вот указано тип character. Я назвал structure. И PDF. И тут вот написано переменная x1, она character. Переменная x2, она character. Переменная x3, она character. А если вот опцию string as factors не включать, то она здесь напишет factor, factor, factor. Или факт. Не помню как раз сокращать. Так, давайте я сразу сохраню. Нужно, Ир. Подожди, но четное количество вопросов должно быть можно спросить. Что это такое? Что? Что оно означает? Что оно означает? Ну, значит, там что-то вот какой-то лишний символ прочитался. Да? Открой свой текстовый файл, который был изначально. Я думаю, что проще поправить его. Нет, еще его блахнуть или где-то там его сохраняло. Да? Там, вероятно, какой-то символ идет. Вот я вам, короче. Может быть, это вот никакого символа, посмотрим тогда. Так. А вот. А, вот видишь, оно уже здесь содержится, да? Там, видать, какой-то невоспроизводимый символ в файле, поэтому такие вещи проще поправить индивидуально. А, вот там вот есть. Сейчас. Смотри, проще всего тогда сделать так. Поскольку будет первое-первыхое наблюдение, можно туда принудить, но поставить единичку. То есть написать ЕГДФ. Ну, видишь, какие-то эти особенности. ЕГДФ первое. Первое. Мы поставим какую-то, да, выручим кавычку. Я бы помню в кавычку. Без такого, да. Ну, вот пока мы стекли с вами, пока я пишу в кавычках. Вот, проще так исправить. Потому что, видишь, здесь так же прочиталось. Можете кричать? Да. Вначале. Да. Ну, смотрите, у кого-то под Windows обнаружил, что вот у меня нормально все прошло, а вот на некоторых компьютерах я видел проблему, что почему-то перед началом файла первый-первый символ, какой-то там, ну, там код написан, UTF-ный, там что-то и что-то такое, да. Вот. Если у вас первый символ не такой, то есть когда вы смотрите на табличку, вот у меня тут просто единичка, да, а у кого-то здесь в начале файла стоит какой-то символ, не единичка, а какой-то код, который нам портит. Должна быть там единичка, а тут написано, что будет UTF-ный, потом один, да. Есть у кого такая проблема? Вот у трех человек такая проблема была. Ну, раз это в одном месте, и понятно в каком, в первом, это был символ в начале файла, ну, так давайте его оттуда шлепнем. То есть давайте скажем, что чтобы была автоматизация, EGDF первый-первый равняется просто единичке. То есть мы о переводе знаем. А когда я в эту ввожу первый-первый, он мне просто единичку уводит. Ну, потому что этот символ, он, смотри, у тебя есть некоторые команды печати, они по-разному реагируют на символы, на коды, которым не сопоставлен, соответственно, ни один символ. Некоторые команды, непечатные символы, они их просто не печатают, а некоторые выводят его код. А у нас много проблемы за то, что мы не сделаем варианты? Слушай, я бы сделал, мало ничего. Ну, а вот мы потом переводить будем в int, да? В int, поэтому я бы сделал. А как, допустим, вот эти срочки взять int? Сейчас возьмем int. Чтобы посмотреть. Да-да-да, сейчас возьмем int. Соответственно, следующее действие, пока в настоящий момент у нас какие проблемы? У нас проблемы следующие. Во-первых, у нас отвратительно названы переменные, они у нас называются х1, х2 и х3, поэтому нам нужны приличные имена переменных. А во-вторых, у нас тип каждой переменной черектора. Ну, это черекторы нормальные, действительно, название, это правильный тип. А вот здесь это, конечно, число, и это, конечно, число. Но, соответственно, давайте сначала укажем call. Сейчас, как она называется? А, давайте, значит, каждую переменную оформим. Значит, переменная, переменная. А, давайте сначала имена присвоим, чтобы удобнее было. CallNames от нашего EGDF. В настоящий момент callNames это такой... Значит, callNames нам позволяет смотреть и менять имена переменных. Ну, это название столбцов. Название столбцов у нас х1, х2, х3. Ну, давайте принудительно сделаем приятные названия столбцов. Давайте сначала имена столбцов сделаем... Первое, это у нас что? Первое, это у нас рейтинг. Второе, это у нас школа. И третье, это у нас... И третье, это у нас, по-моему, результат. Ну, неважно, grade какой-то. Вот. Уже стало поприятней. Уже теперь, когда я набираю str от набора нашего данных, получается три переменных. Это рейтинг, school и grade. Уже приятнее. Согласны? Ра-на-на-на. И последний шаг. Осталось сказать, что вот эта, она числовая. Эту не будем трогать. И последнюю, скажем, числовая. То есть мы скажем, что EG... Да, еще раз, давайте я напомню, как адресовать отдельную переменную. Если у меня есть табличка, и я хочу обратиться к какой-то переменной внутри таблички, я могу написать EGDF$ и тут указать название переменной. То есть если я напишу EGDF, ну, это название моей таблички, потом доллар, потом название переменной, ну, допустим, рейтинг, и нажму Ctrl-Enter, то мне выдаст вот один вектор из рейтингов. Окей? И, соответственно, я могу написать вот здесь вот, asNumeric, ну, такое стандартное преобразование текстовой в численную. И тут ее же и написать. EGDF$. Рейтинг. То есть, еще раз, я преобразую тип переменной и сделаю то же самое с переменной grade. Можно подробнее указать, что он именно int, но оно нам не особо надо. Вот. То же самое делаю с переменной grade. И теперь, малина, у меня готов результат. Мы сделали большую часть работы. Вот у нас теперь, если посмотреть на структуру нашего набора данных, то указано, что первая числовая переменная, numeric, вон, ну, потом school character, потом grade, тоже numeric. Вот. Окей? Гип-гип, ура! Ждем? Давайте разбираться. Вот это назад для имена переменных. Потом мы взяли из таблички df переменную rating, поменяли ее тип и засунули обратно переменную rating. Потом сделали то же самое с переменной grade. Можно было, кстати, правда, пока на настоящий момент я вообще ни одного пакета не подключал. Я только в рамках базового R работал. Вообще обычный, мы с вами же уже знаем пакет dplir, да? Немножко, помните? Да. То есть на самом деле вот 31-32, вот если обходится базовая, то только так. А если обходится пакетом dplir, ну что, давайте вот я 31-32 строчку сделаю так, как мы уже делали с помощью пакета dplir, да? Можно? Или это я только собью с толку? Можно. Можно? Давайте 31-32 строчку сделаем немножко по-другому. Для этого мы сбегаем наверх файла, подключим здесь library... А все равно нам его надо подключать. Library dplir. Вот, подключили dplir. Давайте я сразу сохраню свой файл, чтобы он никуда не пропал. Так. Так, это у нас пятый семинар, 705.f. Вот, соответственно, активирую пакет dplir, и тогда он позволяет то же самое сделать. Вот вместо строчек 33-34 можно написать что-то более приятное. Менять как бы сразу весь набор данных. EGDF. Какая команда у нас меняла набор данных на mu? Ага, у нас было mutate. EGDF. А дальше через запятую мы могли писать в одну строчку несколько формул и без вот этого явного дубляжа EGDF. То есть мы могли написать rating равняется as numeric rating и здесь написать запятая запятая grade равняется as numeric grade. То есть, в принципе, вот немножко по наглядней синтаксис вместо вот такой отдельной... Ну, только как бы тут надо все время указывать, откуда он лежит, в какой табличке. А с помощью mutate мы один раз указали табличку и все действия в рамках этой таблички дальнейшей выполняются. То есть 36-я строчка, она заменяет 33-ю и 34-ю. Нормально? Ну что, у всех получилось? Или нет? Давайте, значит, здесь напишем с помощью базового... А это... Давайте я здесь уберу. с помощью... Ну что, на выходе у всех получилось? Или нет? EGDF. У кого получилось? Раз, один, два, три... А, больше. У кого не получилось? Кому нужна помощь? Марин, у тебя получился? Слушай, ну, слушай, ну, ты просто... Я же могу взять... О, слушай, я, наверное, принесу... Возьму это... Принесу компьютер, чтобы ты сидел с компьютером тоже без компьютера вынесла. Ну что, готово? EGDF? Да? Ну что, против компьютерной аудитории? Нет, я категорически против компьютерной аудитории. А компьютерная аудитория, это потому что все будут забывать, или там не приносить, и это будет тратиться кучу времени на установки, там, а давайте здесь поставим R, а вот тут не обновлено, тут еще очень... Особенно, когда там еще LATF подтянется. Нет. Я за то, чтобы форсировать, приносить свои, ну, как бы, если уж вообще никак, если же он такой стал стационарным, как Аврора, ну, тогда... Конечно. Тогда да. Но, не, я категорически против компьютерной аудитории, у меня большой опыт. Ну, типа, мы на ведении компьютерных классов, я понимаю, что, поскольку это что-то сложнее, поставить дополнительный пакет, сейчас нужны права администратора, а мне не хочется доставить. Вот, хорошо. Теперь, поскольку нам это действие надо делать три раза для трех разных файлов, мы оформим функцию. Окей? У нас... Мы ей будем говорить, у нас, ну, а ну-ка, сделай мне из того файла DataFrame, и она нам сделает. Окей? Хорошо. Значит, у всех работает или нет? То есть, вопрос один. Вот на настоящий момент, вот EGDF выдает? Да, нет. А что у вас выдает еще раз? У меня выдает вот такую табличку, ну, табличку со всеми столбиками, просто у меня она не влезает в экран, ну, идейно, давай я кликну на нее, вот можно вот здесь вот, в Environment кликнуть на нее, должна выдаваться вот такая табличка, рейтинг, школа и grade. То есть, вот здесь в Environment кликнуть на нее, на EGDF, должна получаться такая табличка, рейтинг, школа и grade. Норм? Получается? Да. Хорошо. Теперь, значит, что мы делаем теперь, следующая фаза? Мы удаляем все команды, которые нам были нужны, чтобы посмотреть, посмотрите, вот это head EGDF, она же ничего по сути не делала, мы просто смотрели на начало таблички, head это начало таблички, окей? Вот это str, str это structure, это мы смотрели структуру таблички, то есть, в какой тип, в какой переменной, нормально? То есть, вот эти команды, они никак не преобразовывали, они просто были нам временны для работы, согласны? Давайте удалим, ну или закомментируем все эти временные команды, если вы хотите себе их оставить, закомментируем их. Вот это тоже str не нужно, вот это тоже str не нужно, str это такая рабочая лошадка, head не нужен, в общем, ни один head не нужен, ни один str не нужен, head показывает начало, вектора, матрицы, набора данных, то есть, я комментирую все, что... Давайте я, кстати, может, пока временно, когда уже все набрано, сделаю шрифт поприятней. Так, вот это я тоже убрал, и вот это убрал, и вот это убрал. Вот, я оставил. Значит, одна команда прочитала, другая команда выяснила, как выглядит пустое место в файле, третья команда отобрала не пустые, заметьте, вот здесь отрицание, вот здесь равно-равно, может быть, и отрицание перед равно пройдет, но я бы не рисковал. Дальше, другая сделала из этого матрицу, просто поп, другая из матрицы DataFrame, чем отличается матрица от вектора? Ну, размеры, габариты, два, размерность, два. Чем отличается DataFrame от матрицы? Тем, что в матрице обязательно все объекты одного типа, а в DataFrame один столбик может быть числа, другой столбик текст. Дальше, вот это у кого-то появлялся символ, первый элемент содержал какое-то начало файла, какой-то символ, которому не соответствует ни одна буква, цифра, поэтому мы его руками подправили на единичку. Почему в кавычках, почему единичка в кавычках, а не без кавычек? Потому что на настоящий момент мы пока еще не перевели тип переменных, у нас все переменные текстовые, а текстовые переменные вводятся в кавычках. Окей? Дальше, что мы сделали? Это мы поменяем название колонок, дальше мы указали тип переменных, ну и на этом все закончилось, получился ответ. Теперь мы пишем функцию. Давайте мы напишем функцию. Значит, как выглядит функция? Всегда надо представлять, что функция – это какая-то волшебная палочка, которая, а нет, функция – это такой завод по производству колбасы. В одну сторону завода засовывается баран, а в другую сторону выходит колбаса. Согласны? Засовывайте барана, колбаса. Правильно? Точно так же, в эту функцию мы будем засовывать имя файла, а на выходе из функции, давайте я нарисую краткую схему любой функции. Вот, краткая схема любой функции. Вот у вас есть функция, это может быть косинус, синус, что угодно. Вот туда засовывается баран, а на выходе получается колбаса. Вот, или шерсть. Нет, давайте лучше шерсть, это будет бумага. Правильно? Так же, наша функция, как она будет выглядеть? Наша функция, которую мы хотим, мы засовываем имя файла, имя файла, а на выходе мы хотим получать табличку с данными. Готово? Все, делаем функцию. Давайте я еще зум сделаю. Ничего, я понимаю, что мелко, но иначе тяжело будет. Соответственно, вот здесь, после файла name, после того, как я задал файл name, вот отсюда у меня будет начинаться функция. Согласны? Давайте назовем ее, как мы назовем функцию? Так, ну, лучше давай, ну, пойдет, значит, давай create.df, from, пусть у него будет длинное имя, from.eg.file, да? create.df from.eg.file. И напишем, что это функция, от файл name, дальше фигурная скобка от функции откроется. Давайте я зум сделаю. Значит, еще раз, я пишу такое длинное заклинание. Название функции может быть длинным, ничего страшного. Есть разные традиции. В C++ традиция называть функции так, чтобы там были заглавные буквы, и не было там нижних подчеркиваний. То есть в C++ традиция у нас там create с большой, там from, там, ну, там, eg, там, все, что-то с большой. Вот. В C, в R, поскольку одним из таких, ну, очень влиятельных в мире R личности является Хэрди Витхам, который разработал там пакеты D-Pleaser, R-Pot2 и так далее, он в своем стилевом гиде указал, что давайте вот так срекнемся. Поэтому вот тут такая штука. Вот. И функция заканчивается где? То есть, еще раз, название функции, оно может быть произвольным, потом равно, function, и в скобках мы перечисляем параметры, которые подаются на вход функции. Потом фигурная скобка означает, что здесь начинается функция. И в конце надо указать, что возвращает функция. Вот эта функция идет, идет, идет. И вот здесь давайте я закрою фигурную скобку. Здесь закрою фигурную скобку. Закрыл фигурную скобку. И перед этим пишу, что функция возвращает. То есть, что мы шерсть возвращаем. Значит, мы пишем return. И вот здесь, R-овская традиция, мы пишем return, и в скобках мы пишем название переменной объекта, который возвращается. Мы что должны вернуть? Ну, вот этот EGDF. Согласны? Мы должны вернуть EGDF. Окей? Все. Наша функция готова. Давайте я вот что сделаю. Давайте я сделаю красивые отступы. То есть, что я делаю? Я делаю... Выделяю всю функцию. Вот, выделил всю функцию. Значит, откуда, докуда я выделил? От начала функции, значит, название функции равно function в скобочках, что подается на вход функции file name. Фигурная открылась. Потом идет то, что мы с вами накалякали. Потом идет в конце, чем заканчивается? Return. EGDF. И фигурная скобка закрылась. Окей? Ир, есть? Нет? Что? Мы оформляем наш код в виде функции. У функции надо всегда описать, что подается на вход и что возвращается на выходе. Ну, например, косинус. С этой точки зрения. На вход число x, на выходе получается косинус x. Нормально? Ага. Вот. Значит, следующее, что я делаю? Я делаю правильные отступы. То есть, я захожу в... Вот я не помню, то ли в edit, то ли в code. Вот я захожу в раздел code и вот здесь вот выбираю re-indent lines. Re-indent lines, чтобы были правильные отступы. Вот. Выбрал re-indent lines. И у меня получилось, что внутренность функции, она чуть-чуть отступает от основного текста. Это, конечно, не обязательно. Код будет работать и без этого. Но для человека, читающего ваш код, это гораздо приятнее, что вот здесь идут команды, здесь как бы функция определяется, а там дальше снова пойдут команды. Окей? Нормально? Получилось? Хорошо. Теперь что я делаю? Давайте я выделю весь файл. Выделю. Просто банально выделю весь файл. Ctrl-A. Да? Ну или выделю нужный кусок и запущу его. Или просто выделю даже свою функцию. Выделю свою функцию и запущу ее, нажму Ctrl-Enter. Вот. Вроде бы визуально ничего не произошло. Но теперь у меня компьютер знает функцию createDF кроме EG-файла. И я могу, соответственно, использовать ее как косинус, как синус, как встроенную функцию. Это новая функция, которую мы с вами написали. Получилось здесь приглашение, да, господин, или нет? Есть? Нет? Хорошо. Давайте дальше я сделаю следующее. Вот здесь вот у функции есть такой треугольничек. Если вы правильно написали функцию, то тут вот появится маленький треугольничек. Если вы нажмете на него, то вся функция свернется в одну строчку. Вот. Это готовый объект. Его можно... Не надо лезть туда внутрь. Вы должны просто знать, что эта функция делает. Она из имени файла делает табличку. Давайте попробуем применить эту функцию. Вот я, например, возьму имя файла не russian.txt, а давайте возьму... Ну, давайте сначала возьму исходный, то есть давайте я напишу сначала eg.rus. Давайте я уже зум сделаю обратно. То есть, получилась такая картинка, когда вот create.def.eg.file равняется function, file name, а вот здесь содержимое фигурных скобок свернуто в один такой значок. Получилось? Хорошо. Значит, похоже, что мы все правильно сделали. Вот. И можно эту строчку, в принципе, одну так исполнить. Хоп-так, Ctrl-Line так нажать. А чего? А, нет, так нельзя. Стоп, а как я думал, можно так сделать. Сейчас, подождите, мне казалось, что так можно. А здесь я разверну, выделю две. Во! Нет, а почему? А, потому что я в тот раз не закончил. Во, вот так надо выделить не одну строчку, а надо выделить все-таки с маленьким антуражем вокруг. Да, вот так она будет срабатывать. Только просто на седьмой не сработает, она будет ее разворачивать. А вот если ее выделить со строчкой после, то она ее, можно будет всю выполнять. Да, вот так. Хорошо. Значит, теперь, смотрите, я напишу, допустим, EGRUS, проверю функцию, EGRUS равняется, CREATE, смотрите, я начал писать CRE, и компьютер мне добавляет, что там есть, вот, длинные такие объекты. Вот я выбрал, и тут пишу в скобках, и укажу вот это имя файла. Вот, проверяем. Опа, кажется, сработало. Смотрим, HED, EGRUS. Вот получилось. Так, эта узкая ширина экрана меня когда-нибудь замочит. Что же, я бы имя, конечно, поменьше сделать. Ну, как правило, наоборот, лучше, чтобы имя было подробнее. Получилось, нет? Теперь, как я сделаю файл с математикой? Что я должен поменять? Что я должен поменять в этой команде? Я должен, ну, во-первых, другой результат назвать, да, таблички по-другому, EGRUS, EGRUS, да, и я должен поменять вот здесь вот, здесь путь к файлу download с EGRUS, а здесь MESS. По-моему, у меня MESS TXT назывался, да? Да. Вот, и у меня одним махом есть результаты по математике. Ну что, третье у нас что было? Физика, по-моему, да? Ну, давайте точно так же откопируем наш код. EG, FIS, и тут, а я не помню, мы писали FIS или FIS, FISX? FISX. Так, что-то не пошло. А, ну это ворнинг какой-то Давайте посмотрим Да, у меня вот такой же ворнинг И tail Давайте посмотрим То есть файл как-то неправильно оканчивается Но я не вижу проблем 311 наблюдение Школа номер 900 Что-то МПГВ какой-то У меня все нормально получается То есть какой-то ворнинг есть, предупреждение Но я посмотрел на кончик файла Все корректно прочитано Значит можно предупреждение Ворнинг это не эра Если вы разобрались с его сутью Опасно оно или не опасно Ну что, есть у нас 3 набора данных ЕГЭМС, ЕГЭФИС и ЕГЭРУС Или нет? Да А вас много? Нас меньше, чем у вас Тогда мы найдем Мы предлагаем вам 200 219 Мы должны были быть 219 Но там проектор сломан Его кто-то себе домой отнес Открутил и отнес Вот 219 там точно свободно Мы можем отправлять всех 219 Давайте Нам просто тоже нужен проектор Мы поищем здесь аудиторию А у вас тоже проектор? Вот, понятно Тогда мы... Не-не-не, там нет проектора 319 когда? Ну ладно Ну ладно Мы сейчас найдем аудиторию И тогда скажем Хорошо, спасибо Спасибо Так, что, у всех есть 3 файла, да? 3 набора с данными У кого нет, поднимите руку Ира Не показывает, но надо хэд его посмотреть Давай посмотрим Кого нет? Давай посмотрим Так, смотри, у тебя видишь плюсик Значит, где-то не закончен год строчки Давайте, чтобы вводить новые команды А как раз плюсик Включить на них плюсик Это не так, господин Это не так, господин Где-то была на ком-команде Нажимаем Нажимаем точку лампу Вот Сейчас, тут так Теперь, давай попробуем первое Болгоруем первое 3D, в чем ЕГЭ по 8 Оп Спасибо Давай посмотрим на результат А есть у нас ЕГЭ Рус или нет?